Ну что мы решаем теперь? И твой ответ положительный Уютный холодный отель Зачем мы торопим события? Но кажется нам это круто И мы выжигаем минуты Тату фиолетовым цветом Тату с фиолетовым сердцем Такие немодные Гриш, куба холодные Всем привет, с вами Дарья Кей Сегодня будем перевоплощаться в Елену Темникову Раньше я просто показывала, что нужно сделать Чтобы повторить макияж Я хочу это еще и комментировать Как мне это дается Сложно, не сложно Чтобы, так скажем, весь процесс Вы могли понять Мне нужно быть Леной Темниковой Краситься, как Лена Темникова Одеваться, как Лена И слушать Лену Темникову Понимаете, это все влияет Поэтому, собственно И я очень часто вижу ее в футболке Например, белой И поэтому я решила выбрать просто белую футболку С волосами я тоже поступлю очень просто Я не буду надевать парик, чтобы все-таки я проглядывала сквозь этот образ, который я примерю Сделаю хвостик Обычный низкий хвостик И просто с остатки своих волос заверну в такую вот коральку, что ли И сделаю это, как будто бы у меня короткие волосы И главный факап, это, конечно, мои глаза Они икарие А у Лены они серые Серо-голубые Поэтому я надеваю линзы Это линза Alcon Sterling Grey вроде бы цвет называется Так, сейчас надо понять О, господи Один глаз есть Так Это самый ужасный процесс К любым цветным линзам нужно, конечно, привыкнуть И мне вот удобнее надевать таким образом Что я смотрю в другую сторону И как бы, как будто бы ничего не происходит Своей прическе хочу добавить сразу немножечко влажности И увлажнить лицо Прическу буду увлажнять с помощью обычной воды А на лицо нанесу фикс-пласс праймер перед макияжем Вот Волосы увлажню челку Потому что мне очень понравилось На одной из фотографий, как было у Лены У нее были влажные волосы Забранные в хвост Я запаслась космитосом Но я думаю, не все из этого мне понадобится Теперь нанесу тон Это Luminem BB крем Light to medium Он создаст ровный тон лица На который мы уже будем наносить контуринг Чтобы сконтурировать черты лица Прохожусь легкими движениями по всему лицу Затонирую все лицо Относительная подготовка проведена И сейчас я буду делать жирный контуринг Он у меня уже в руках Это палетка Kat Von D С жирными контурами Я беру очень похожую на кисточку для тона Она просто более плотно набитая Ей я буду точечно работать Сначала со светлыми оттенками Например, с желтеньким Сейчас посмотрю Может быть он будет слишком желтый Я его смешаю, например, вот с этим вот розоватым Мы должны добиться такого baby face Чтобы у меня был узенький подбородок И большие щечки То есть как бы мы будем убирать вот эту часть И вытягивать свои скулы Не хочу делать совсем кукольный образ Но максимальную коррекцию сделаю Которую возможную Я плюс еще такая буряточка немного подопухла С утра Но нечего жрать как бы на ночь соленое Нечего как бы заказывать роллы Новогодние праздники даже уже прошли Хорош как бы Но дня не остановить Область у рта я также немножко высветлю Сейчас не боятся того, что, например, светлый цвет бликует И это кажется немного нереалистично Потому что когда замотируем Это так казаться уже не будет Кайф палетки Cat Vandita Что она тянется просто идеально И какой бы толстый слой я не наносила Она все равно тянется И распределяется по всему лицу очень хорошо Теперь очередь темного цвета Я буду использовать вот этот средний оттенок И нанесу его прям по своей скуле Чтобы немного уменьшить эту область Естественно, это должно смотреться натурально И то, что осталось у меня на пальчики Я нанесу чуть глубже И растушую Теперь я буду работать с нижней скулой Этим же оттенком Нужно ее обрезать Подбородок Потому что у меня он слишком большой И растушую немного на ухо И обязательно спущу контуринг на шею Чтобы это смотрелось более реалистично Я добавлю тени в те места Который, в принципе, там не требуется Но для того, чтобы смотрелась картинка более целостно Я добавлю на боковые части лба Теперь я возьму кисточку, которая наносила тон И буду использовать светлый цвет Его я буду уже наносить чисто точечно Чтобы скорректировать еще больше Светлым цветом Чтобы скорректировать треугольную форму лица У Лены прям падающая скула Мужского типа Поэтому я немножечко сглажу Светлым цветом Скулы, которые я вела к губам И продублирую Темный цвет Придвигаемся к носу Я беру тоже тот же самый цвет Пытаться нарисовать себе коротенький Курносый нос Поскольку у меня нос и так сам без горбинки Я думаю, в принципе, это будет сделать не так сложно И лучше в некоторых случаях вообще не контурировать нос Если у вас длинный, например, нос Вообще, когда его не трогаешь Никак не красишь Не контурируешь Никаким образом он смотрится намного даже лучше и выигрышнее Набираю на мизинец светлый цвет И просто на кончик носа И опять же растушевываю этот цвет И у меня получается сразу же курносый нос Такой картошечкой Но нужно это сделать все равно красиво Поэтому сейчас я буду опять возобновлять темный цвет Сейчас лицо у меня, конечно, светится просто как жирный блин Но поверьте, этого не будет Когда мы запудрим лицо Пудра Beauty Drugs Она очень тоненькая Будет хорошо сочетаться И не создавать какой-то грим на лице Вот она такая Я немножечко насыпаю на упаковку И прохожусь по всему лицу Даже залажу на контуринг Просто похлопающими движениями Я, конечно, не назову палетку от H&M лучшим контурингом Но я хочу попробовать все-таки использовать этот светлый оттенок В качестве дополнительного У меня получилось сейчас такое мужское лицо Я использую этот светлый оттенок И прохожусь по темному контурингу Дабы его закрепить Для носа использую просто маленькую кисточку Переходим к бровям Брови являются самым большим акцентом на лице Они очень всегда у нее густые Для бровей Я пойду нетипичным для себя методом Сначала я оформлю брови гелем для бровей Расчешу их наверх Поставлю и потом буду уже прорисовывать форму Исходя из того, как они лежат Я использую брову Precise от Maybelline И буду зачесывать волоски максимально наверх Этот гель для бровей с фиброй И он придаст моим волоскам еще больший объем Я их отрастила в последнее время Не для этого видоса А для долговременной укладки Хочу уложить волосы Когда у меня они не выщипаны Так, я прям в разные стороны Хаотично зачесываю брови наверх Самое главное В разные стороны наверх Ну, я постаралась максимально зачитать брови наверх Естественно, без помадки тут не обойтись Брови сейчас просто похожи на какие-то мохнатые кусты Я буду использовать помаду Beauty Drugs Мне нужно сделать бровь максимально прямой И чтобы она не была дугообразной И я не была слишком похожа на волка Я набираю эту помаду Сколько еще факапов должно произойти, я не знаю Я уже замарала футболку Челка все так же лезет мне в глаза Я предлагаю ее заколоть Это как помадка от Anastasia Beverly Hills Только с такой вот ряпочкой еще странной Я опускаю бровь, она очень тоненькая и в принципе светлая Светлее, чем мои волоски Помадку просто нужно хорошо растушевать Излом брови намного дальше Он будет уходить прям где-то даже вот тут То есть я прям продляю бровь значительно У Лены, кстати, вообще разрастающийся очень бренд Она начала выпускать одежду, чуть ли не бургеры какие-то печь Свой мерч Я беру светлый корректор и очерчиваю им брови Внизу Сверху И когда я растушевываю пушистой кисточкой Это очерчивание консилером становится не так заметно Вот Ну вообще, конечно, надо сильно постараться, чтобы это было не сильно заметно Чуть-чуть вычешу начало бровей Ну, я думаю, так будет достаточно В принципе, очень даже близко Кроме огромных шикарных кустистых бровей Такой вот секси-прищур Сами глаза большие, брови прямые Что на глаза, что и, наверное, на губы Я буду использовать Чока Милк Я сейчас нанесу его немножечко на руку И с руки уже буду наносить на глаза Чтобы создать легкую дымку теней Почему я не использую жирные корректоры? Потому что они не фиксируются А этот продукт фиксируется И создает полупрозрачное покрытие И на нижний век я углубляю глаза с помощью этого приема Вот под глазами появились тени Я беру коричневый карандаш И тоненькую кисточку И набираю его на нее И начинаю прорисовывать межресничное пространство Ввожу небольшую стрелку в одну и в другую сторону Я беру пушистую кисточку и растушевываю Коричневый карандаш подчеркнет голубизну глаз Чтобы они были и серые и в то же время голубые И не создаст такой тяжелый эффект Как мог бы создаться от черного драматичного карандаша Который подходит для смоки Для всяких моник-байлуччи Для тяжелых макияжей И если вы хотите из своих серых глаз сделать более голубые То используйте более теплые и коричневатые оттенки Теплый коричневый цвет будет вытягивать темно-синий И ваши глаза будут как океан Набираю пушистой кисточкой темно-коричневые тени любые И закрепляю все веко, чтобы оно держалось дольше Это у меня из палетки Kat Von D Для глаз Сифора же появилась в России Хочу добавить еще немного золотинки на внутренний уголок глаза Это кремовые тени от Catrice Они фиксируются И добавят просто живости немного нашим глазам И добавлю на галочку над верхней губой И на кончик носа Я заметила, что у Лены все-таки вот это место чуть шире И я сейчас возьму кисточку с консилером И немножечко расширю место переносице Нужно не забыть для того, чтобы сделать нос курносым Мне нужно сделать перемычку темной Я немного затемняю область посередине Чтобы нос оказался все-таки более курносым Ладно, немного заподрила Блин, я переконтурила нос И мой нос сейчас выглядит совершенно по-другому Потому что я как раз-таки забыла про самую главную часть Сделать его курносым Немножко хайлайтера на выступающие части лица На скулы, на внутреннюю часть глаз И на галочку над верхней губой И немного на нос Сильно прям подвить ресницы Чтобы, возможно, их не наклеивать Но это не точно Я буду использовать тушь Vivienne с собой Надеюсь, она мне поможет избежать наклеивания накладных ресниц Но мы все-таки проверим это ровно через 3, 2, 1 Да, все-таки тушь Vivienne с собой справляется прям на ура Но невозможно пользоваться одной и той же тушью Она все равно надоедает И кажется эффект уже не таким крутым Это так же, как с шампунями Вот их меняешь и... И меняешь Я могу снять челку Потому что верхняя часть лица у меня, в принципе, готова Осталось сделать губы И добавить какие-то родинки Если они у нее есть Я нанесу тот же плашес от Lime Crime Который я наносила на глаза Это такая полупрозрачная Помада кремовая Фиксируется на губах И становится как тинт Очень тонко ложится И красивый у него финиш Я беру пушистую кисточку Для контура я возьму вот такую вот кисточку-язычок Еще плашеса Где плашеса? Мне нужно поднять уголки моего рта Это добавляет детскости лицо Так, мне нужно избавиться от следа, который я оставила тушью Что я еще точно хочу сделать Это использовать бронзер А это... А это, наверное, вот этот оттенок Который я нанесу на все лицо Я смешаю вот эти три теплых оттенка Использую вот этих вот персиковых румян на лицо Румянец вытянет немножечко Мое скуластое лицо в baby face Мне нравится, как лежат волосы на этой фотографии Они немножечко, получается, убраны наверх Сейчас я буду добиваться этого эффекта Посмотрим, что получится Сначала я намочу полностью челку Я намочила волосы Так скажем, референс Будет правильно или нет сделать щель между зубами черным цветом Но я все-таки попробую Боже мой! Я сделала кривовато Она, кстати, не смывается Вот, я сделала ее немного поменьше Но это все равно смотрится очень странно Господи, я смотрю просто как жирная Лена Темникова Это ужас, просто на 15 килограмм побольше Я не чувствую вдох Я в твоих ум И темный балкон Мне похуй, что увидят люди О них мы потом Ну что, мы решаем теперь И твой ответ положительный Уютный, холодный отель Зачем мы торопим события Но кажется нам это круто И мы выжигаем минуты Тату фиолетовым цветом Тату с фиолетовым сердцем Такие немодные Криш, кубы холодные Субтитры сделал DimaTorzok